Трехдневный семинар, который проходит под руководством эксперта ЮНЕСКО шведки Катри Лисицын, собрал в Петрозаводске руководителей музеев, представителей Российского Министерства Культуры и Русской Православной Церкви. В программу семинара входят лекции и доклады, а также практический этап разработки плана. На самом деле план управления объектом культурного наследия очень прост. Вам нужно четко прописать, в чем ценность объекта, как вы видите будущее развитие. И вот это самое сложное. Нужно конкретно представить, чего мы хотим через 50 лет, через 100 лет. Ведь мы сохраняем объекты культурного наследия для будущих поколений. Опыт Киршского Погоста – это первый опыт, и мы вместе делаем первые шаги в составлении плана управления этим объектом. Потому что у нас, у российской стороны, с того момента, как объект включен в список семинарного культурного наследия, наступает ответственность уже перед международной общественностью за сохранение этого объекта. Сегодняшние успехи в деле реконструкции Киршского Погоста эксперты связывают с консолидацией усилий. По словам академика Вячеслава Арфинского, специалистам из Карелии и деревянщикам со всей России, удалось в спорах и дискуссиях достичь единого взгляда на развитие памятника ЮНЕСКО. И теперь можно сосредоточиться на следующих шагах. Памятник находится на нашей земле, вблизи нашей столицы, и поэтому мы не должны забывать, что он играет роль не только как один из символов, десяти символов России, не только как шедевр мировой, но и прежде всего это способ выживания нашего города. Мы говорим, что слабость всех музеев деревянного зодчества – это их сезонность. Если бы Петрозавр рассматривался как преддверики, то можно было бы и работу сделать круглоградичной, можно было бы проводить дискуссионную работу, можно продолжать было. Конечно, путь развития каждого конкретного объекта культурного наследия уникален, но по словам участников семинара, совместная работа над планом управления для Кижского погоста станет полезным опытом и заложит основу для создания других аналогичных документов. Екатерина Семенова, Александр Родькин, Владимир Шестаков. Вести Карелия. Петрозаводск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...